Сразу же включу демонстрацию дисплея. Почему? Потому что сегодня мы будем смотреть и слайды, то есть презентационную часть встречи. Также я сегодня приготовил вам большое количество графики от наших студентов. Я сейчас покажу, что мы сегодня просмотрим. А, нет, давайте перед тем, как показать все-таки те материалы, которые я сегодня принес. Графики будет сегодня много. Друзья, я объясню, почему мы сегодня собрались и что за тема. Все-таки прорегламентируем порядок встречи. У нас сегодня специфическая тема. Темой сегодняшней встречи является презентация курса. Вы знаете, наверняка здесь, я сейчас даже не представляюсь, 107 человек пришли заинтересованные, скорее всего, в том, чтобы пройти курс. И перед каждым запуском нашего курса, перед каждым запуском потока я провожу такую встречу, на которой поясняю подробно, как проходит наш процесс обучения и как мы со студентами получаем тот результат, который вы постоянно видите. И сегодня будет именно эта встреча. Мы пройдемся с вами по всему процессу обучения. То есть, я шаг за шагом буду рассказывать, как простроена наша система обучающая. Плюс ко всему я покажу в подкреплении, опять же, те результаты промежуточные, которые получают наши студенты. Покажу результаты последнего самого потока, который выпустился у нас буквально пару недель назад. И покажу некоторые промежуточные стадии, такие как моделинг и освещение этого же потока. Так, это понятно, да? Наверняка есть новенькие сегодня для... Ну, я думаю, вас немного, да? То есть, кто сегодня в первый раз пришел, поставьте единичку. Не думаю, что будет большое количество прям новеньких, потому что, опять же, скажу, что тема специфическая. Она у нас не обучающая. Обычно мы на таких встречах чему-то учим, показываем практически вещи по 3D-СМаксу. Сегодня же я говорю, как простроен наш курс, как мы со студентами учимся, как мы получаем результат. То есть, как мы полтора месяца, по сути, коммуницируем и как мы ведем весь этот процесс. Итак, что будет сегодня показано? То есть, сегодня покажу некоторые наши аварды, которые мы со студентами брали в процессе обучения. Мы делали работы, эти работы были отправлены на определенные ресурсы, которые вы наверняка знаете, и мы получали аварды. Когда-то мы это отслеживали, этот процесс. Вот сейчас особо не отслеживаем, потому что, на самом деле, регалий хватает и работ хороших студентов очень много. Также посмотрим результаты последней группы. У нас последняя группа состояла из 27 активных человек, если не ошибаюсь. Какая-то вот такая цифра была. И мы получили в результате 65 работ. Я вам эти все работы покажу. Я работы не фильтровал. Я специально отобрал все работы, которые мы сделали. Почему? Потому что, когда я раньше показывал работы наших групп, наших выпускников, меня спрашивали, где лучшая работа, где худшая работа, покажите нам и те, и те. И я, дабы этот вопрос предотвратить в этот раз, я просто взял и собрал все работы нашего потока. Таким образом, вы сможете оценить общую успеваемость и общий результат, который делают наши студенты. Также есть папочка before и after. То есть до работы студентов, до прохождения курса и работы студентов после прохождения курса можно будет сравнить прогресс. Ну и дальше покажу отдельно стадию моделинга, этот результат, который мы в группе получаем. Отдельно покажу результат по освещению. Вот так будет построена наша встреча. Эти все вставки, они будут у меня производиться и проходить в процессе пошагового объяснения того, на чем построен курс и на чем он держится, как, в общем-то, этот процесс идет и как мы этот результат получаем. Понятно это? Встреча продлится, я думаю, минут 40-45, ну до часа. Я постараюсь, может даже чуть быстрее, постараюсь быть кратким, максимально емким, чтобы максимально эффективно использовать это время. И в конце минут 10, то есть там 50-40 минут, 50 минут это презентация и минут 10 я с вами еще пообщаюсь. Я сосредоточусь на чате и мы с вами сможем пообщаться. То есть вопрос-ответ, я отвечу на эти вопросы. Мишин Александр, этот человек поможет вам в случае, если вы желаете записаться на курс, на курс записаться. Вот, у нас есть еще свободные места и у нас старт будет какого числа, Саша? Саша, вам сейчас всю эту информацию будет параллельно набрасывать в чат, вот, 9 и месяц специфический. Вот, я думаю, вы догадались июнь. Соответственно, Саша тоже сможет ответить на все вопросы по курсу. Этот человек на 100% компетентен в том, как мы занимаемся, как проходит наше обучение и поможет вам провести оплату. Вот. Собственно, так будет построена наша встреча. А сейчас мы, я разверну слайды и мы пойдем по презентационной части. Итак, друзья, наш курс обучения, который длится в среднем месяц и одну неделю, бывает такое, что мы растягиваем его до месяца и двух недель, построен по процессу создания картинки в реальных условиях, в рабочей, штатной, обычной ситуации. И вот эти тезисы, они, в общем-то, и показывают тот пайплейн, тот процесс, по которому все это происходит. Это подбор прототипов, моделирование объектов, глобальное и нюансное освещение мы выставляем, текстурирование объектов, рендеринг сцены и постпродакция изображения. Вот это основные шаги, по которым строится процесс создания любой картинки, вне зависимости от того, обучаетесь вы на курсе, на нашем, либо же вы работаете в реальной жизни. Курс был построен, как бы, ну, в полевых условиях. Если кто не знает, то я занимаюсь архитектурной визуализацией уже почти 10 лет. Вот. И несмотря на то, что есть проект образовательный, это CG Incubator, я все равно практически каждый день я что-то рисую в студии, для студии Omega Render, либо же для себя. Я навык не теряю, для меня это крайне-крайне важно, быть практикующим преподавателем. Итак, теперь по каждому пункту мы пройдемся отдельно, я дам более подробную расшифровку, объяснение того, что здесь, что это такое. Итак, первый пункт, по которому нужно пройтись и обозначить, разобрать его, это шаг с подбором фотореференсов. Итак, наше обучение построено на копировании реальных фотографий. Да, то есть мы делаем очень точные копии фотографий. Данный процесс, он получен был не случайно, вот, он уже не новый, но года три назад, в общем-то, этот процесс внедрил, он, наверное, больше, мы внедрили, наша школа CJ-мкубатор была основоположником этого процесса, и теперь он подхвачен и используется довольно многими начинающими художниками, как хороший вариант научиться работать в 3ds Max. Процесс построен так почему? Потому что копируя реальную фотографию, вы акцентируете свое внимание на том, что эту фотографию делает фотографии, да, то есть вы всматриваетесь в детали, вы всматриваетесь в материал, вы анализируете динамику света и так далее и тому подобное. И все эти элементы, вы перечисленные, копируете и воссоздаете в 3D. Таким образом вы копируете фотореалистичную картинку, фотографию, и создаете тот же фотореализм, только же у себя. Это позволяет к минимуму свести ошибки при создании изображения, потому что у вас есть четкий референс интерьерной сцены, либо же экстерьерный. Плюс ко всему это позволяет вам понять, что делает фотографию фотографии. Да, мы очень долго, то есть целый месяц практически мы с этой темой общаемся, анализируя референс, то есть пример, с которым дают копирование, и анализируя ваш результат, мы подгоняем постоянный результат под референс, приближая его к тому реалистичному идеалу, который в итоге должен получиться. И копирование фотографии это просто идеальный способ понять все-таки, что делает фотография фотографией, как к этому же результату прийти в 3D, и убирает с вас огромное количество ошибок, да, то есть они просто нивелируются копией. Плюс ко всему мы понимаем, что визуализация интерьера и дизайн интерьера – это две большие разницы. И если вы развиваете себя на нашем курсе как визуализатор, а это происходит именно так, то работать с дизайном интерьера вам пока что еще нет смысла, это двойная работа. Наша задача научиться делать картинку, научиться делать ее красивой. Поэтому, опять же, используя референс, мы снимаем с себя задачу по формированию дизайна интерьера. Мы берем дизайн, по сути, готовый. Вот такие вот примеры мы используем у себя в обучении. Стараемся брать варианты разной сложности. Сложность выбранных референсов определяется уровнем студента, который пришел на курс, и техническими характеристиками вашего компьютера. Перед тем, как выбрать примеры для копирования, я вместе с группой просматриваю технические характеристики машин каждого студента. Я ознакомлюсь со студентом, я не пытаюсь, а я понимаю, то есть, когда есть материал, который студент мне преподносит, понимаю уровень студента. И на основании этой информации мы со студентом выбираем тот референс, тот пример, который максимально хорошо и максимально продуктивно сможет студент проработать. Делю я, в общем-то, студентов на три уровня, на три категории. Это абсолютные нулевички, то есть люди, начинающие прохождение курса с нуля, люди, имеющие минимальную базу, порядка трех-четырех месяцев самостоятельного обучения. Поверьте, это не так много, когда учишься самостоятельно, информация усваивается не так быстро и очень мураган, нет систематики. То есть, четыре месяца самостоятельного обучения, или, скажем так, по-другому, полтора-два года самостоятельного обучения равносильно полутора месяцев обучения в CGM Кубаторе. Вот. Это второй уровень, да, медиум вот этот вот. Есть начальная база. И третий уровень – это люди, которые пришли с довольно-таки неплохой базой, три-четыре года работы в 3DS Maxi. Такие студенты заполняют группу, примерно 20-30% таких людей у нас. Они просто пришли отточить свои знания. Они пришли для того, чтобы еще раз систематизировать ту информацию, которая у них есть, исключить какие-то ошибки, которые они делают, ну и получить процесс, который является максимально эффективным в этой индустрии. Помимо интерьеров мы, конечно же, копируем и экстерьеры. То есть, если вы записываетесь на пакет медиум, то вы копируете и интерьер, и экстерьер. Получаете такую-то очень мощную базу, которая охватывает все области архитектурной визуализации. Вот такие вот примеры экстерьера мы берем. Обязательно берем растительность, обязательно берем какую-то современную, трендовую, классную архитектуру. Вот, не боимся больших сцен. Я вам покажу примеры выпускников, вот, и вы поймете, что масштабы совершенно разные бывают. Также работаем с днем и с ночью. Вот, сейчас хочется, так как мы закончили как раз-таки обсуждение референсов, хочется сейчас переключить демонстрацию экрана на... переключить презентацию на демонстрацию экрана, вот, и показать некоторые наши работы. Начнем с Авардов, наверное. То есть, вот мы их собирали, потом перестали, потому что работы так много очень. Мы каждый раз генерируем. Вот, но нам было всегда приятно видеть работу наших студентов. Студентов на 3D-дверцах 3D-горы, к примеру. Вот работка Толика Николаева. Сейчас, между прочим, самостоятельный художник. Очень хорошо у него этот прогресс пошел. Вот тоже Оля Алексеева. Не отмечено, это ее работа. Также Юлиан Садоха. Возможно, вы этого художника знаете. Это очень талантливый сейчас молодой художник, хороший специалист, который начинал свое обучение в CJN Кубаторе. Вот мы на главной странице Evermotion. Это наша работа. Также опять Царь 3D-горы. Еще одна работа Юлии Вагнер. На, опять же, на главной странице Evermotion. Девушка из Германии училась у нас. Группы, кстати, интернациональные получаются. Вот, в Editor Choice также эта работа попала. Ну, это наша работа, опять же, на Evermotion. Сразу две работы у нас как-то были в Царях 3D-горы. Это Константин. К сожалению, забыл фамилию его. И опять же, Толик Николаев. Вот эти работы выровнялись, потом шли в топ. Опять же, это работа на Evermotion. И опять же, работа на Evermotion. Вот, кстати, работы, с которых Толик Николаев начинал. Далее, это тоже очень классный вард. Evermotion делает Best of Week. И такие судьи, как Бретран Бенуа, Карант Варвик, выбирают лучшие работы. И вот работа Оли Алексеевой попала в топ. Вот такая вот, такие вот вещи классные происходят у нас. Это наши варды. Так, учусь у вашей бывшей ученицы Багровой Анны. Ну, кстати, Багровая Анна, я так понимаю, она преподает сейчас архитектуру в городе... Напомните, в каком городе? Где-то в России... Я забыл, забыл. Багрова Анна, с ней тоже интересная история. Смоленск, да. С ней интересная история связана. То есть она была студенткой Сиджи Инкубатора, а также мы на архитектурном факультете с ней вместе учились. Она была на два года младше меня, но мы вместе в мастерских работали с ней. Вот, и сейчас преподает в Смоленске. Это, конечно, очень прикольно, то, что все эти связи, они как-то остаются и всплывают. Потом где-то на таких встречах еще. Это круто. Так, двигаемся дальше по презентации. Оп, запускаем. И следующий процесс, следующий шаг, к которому мы переходим, является моделинг. И моделинг у нас идет разноплановый. То есть целую неделю мы отходим на то, чтобы отмоделить наши интерьеры. Вообще процесс построен понедельно. Вот, четыре недели, пятая дополнительная. И каждая неделя посвящена отдельной теме. Вот первая неделя, после того, как мы выбрали референсы, мы занимаемся моделингом. Моделим мы коробки интерьера, моделим мы мебель, декор. Чем больше, тем лучше. Способы моделинга я даю разные. Это работа, естественно, со сплайнами, работа с примитивами, работа с полигонами и работа с турбосмузами. То есть, ну, весь моделинг необходим для того, чтобы замоделить всю ту мебель, которую вы видите на наших рендерах. И сейчас, давайте сейчас, наверное, тоже я переключусь. Давайте пролистаю сейчас некоторые работы здесь. Эти работы я выделил. Они интересны как раз таки тем, что конкретно в этих примерах, вот здесь, моделинг студентами выполнен на 100%. То есть, здесь нет ни одного библиотечного элемента. Конечно же, уровень у всех разный. Кто-то приходит с нулевой базой, кто-то уже уверенно работает в максимуме. И, соответственно, количество от модельных объектов в сцене тоже разное. Вот кто-то успевает половину сделать, кто-то успевает сделать чуть больше половины, кто-то меньше, кто-то делает 100%. Мы призываем всех студентов, опять же, по возможности, по наличию свободного времени сделать сцену на 100%, то есть, ну, максимально вложиться в курс. Так, провели бы курс лучше. Курс как заказчиков искать. Да подождите вы. Если у вас будет хорошая картинка, если у вас будет хорошая работа, вы и клиента вы найдете. Вот. На вершину пирамиды сразу не запрыгнуть. Нужно к ней прийти. И вот и первым шагом является развитие своих как раз таки вот качеств, как художника. Так, ну вот некоторые работы. Также хочу сейчас, опять же, показать экран вам и показать вам наш моделинг в сеточке. Вот такой вот результат мы со студентами получаем спустя неделю. То есть, даже если вы с нуля пришли, вы через неделю получаете вот такую вот замоделенную комнату во всех деталях. Если вы что-то не успеваете замоделить самостоятельно, то это элементы, то вы берете это из библиотек. Ну вот, например, да, вот справа это референс, слева это копия моделинга. По возможности, конечно, чем больше, тем лучше вы делаете. Если что-то не успевается, берем из библиотек. Нам главное понять принцип и в итоге через неделю получить готовую вот такую вот коробку интерьера, заполненную полностью на 100%, которая уходит под дальнейшее освещение. Работаем много с сеткой. Саппорты работают на форуме параллельно с консультациями, которые проходят три раза в неделю. Отвечают на все вопросы. То есть, следим за тем, чтобы сетка была правильная, чтобы не было ошибок в моделинге, грубых, соплонарностей, неправильных смузов и прочих недочетов. В общем, контролим весь процесс. И в итоге процентов 90-95 студентов приходят вот к такому результату. 100% невозможно сделать. Это невозможно вообще нигде, никак, ни в чем. У нас статистика хорошая получается. Вот такая вот сеточка по моделингу. Это финал по моделингу. Так, и следующая тема, к которой мы переходим, является тема освещения. Лайтинг. Здесь, ну, я даже, наверное, не буду сейчас включать слайд. Покажу дальше, буду показывать, в общем-то, процесс освещения на примерах работ наших студентов. Вот он, процесс освещения. Сейчас подержу этот слайд, скажу пару слов, точнее, картинку о том, что это такое и как мы в этот процесс внедряемся и как мы его прорабатываем. Модель закончена, модель готова. Дальше начинается очень интересный процесс. В отличие от моделинга, моделинг это такая вещь нужная, но не всегда прям супер веселая. Хотя некоторым людям очень нравится моделить. Они в этом находят определенный какой-то медитативный процесс, под приятную музыку, сеточка и пошли. Вот. Лайтинг же это более художественная стадия работы в 3D. Наши законченные модели начинают освещаться. И мы начинаем пробовать разные схемы освещения на наших законченных моделях. Темка простая, поэтому на лайтинг у нас отводится не целая неделя, а только лишь два занятия. Этого на 100% полностью хватает для того, чтобы точно медитировать, для того, чтобы отработать приемы работы со светом. Вот. И мы со студентами пытаемся сделать несколько вариантов освещения одной сцены. Вот я сейчас буду листать, вы будете это все видеть. Для того, чтобы прочувствовать механизмы освещения со светом, понять, как работает художественная часть данного процесса, понять, как картинка меняет свой характер в зависимости от разных источников освещения. Внизу референс, сверху копия, наша реплика. Да. Освещение происходит в серых материалах. То есть мы не работаем с материалами умышленно. Модели у нас серые. Мы это делаем для того, чтобы не отвлекаться на материалы, для того, чтобы полностью погрузиться в свет. Вот. И прочувствовать, соответственно, форму нашей картины, нашей сцены. Найти лучшую модель, которая красиво и, ну, скажем так, красноречиво и художественно в тот же момент описывает всю эту геометрию, обрисовывает всю геометрию. Вот. Идут обсуждения саппортами, идут обсуждения со мной непосредственно при личных консультациях, на встречах. Вот. И мы делаем несколько схем. Мы их корректируем. Мы выбираем лучшее. То есть процесс живой всегда. Процесс не машинный. Несмотря на то, что это онлайн обучение, мы постоянно находимся в коммуникации со студентами. Вот. И именно поэтому у нас получается сделать этот результат. Как бы не хотелось этот процесс автоматизировать, но это невозможно, да, потому что вы живые люди, и мы понимаем, что здесь только через коммуникацию, через какой-то личный контакт получается, и процесс творческий, да, получается получить этот результат. Ну вот, например, да, очень разные схемы и день, и вечер, и ночь, прямое солнце заходящее. То есть пробуем все. И находим то, что нравится нам, и то, что близко к референсу, как правило, ну, вот этот поисковый процесс, он очень интересен. Он, опять же, очень развивает, как и техническую часть вашу, так и художественную, потому что вы ищете, пробуете. Видите, они разные совершенно. Ну и вместе с обсуждениями у вас накапливается определенный багаж, что есть хорошо, а что есть плохо в архитектурном освещении и в архитектурной визуализации. Вот так выглядит процесс освещения, два занятия отводятся на него, после этого мы получаем то, что вы только что видели, законченные вот такие вот рендеры в серых материалах, а, как правило, в сеточке, на которых мы видим нашу геометрию, мы видим наш свет, и после этого мы переходим к процессу шейдеринга. Шейдеринг – это как раз-таки работа с материалами, работа с текстурами. Вот слайд, в общем-то, который демонстрирует концептуальную стыку и шейдеринг. Мы переводим нашу модель из черно-белого материала вот уже в законченный, более законченный вид, то есть мы работаем с текстурами. Текстуры разбираются базовые все на наших базовых курсах, light, medium, и на VIP-ах мы погружаемся с VIP-ами более глубоко в изучение материалов, работаем с композитом, дотачиваем все, выводим просто дойдя материалов. Но базовые вещи – это такие материалы, как кирпич, бетон, стекло, металл, дерево, вода, также пластики, конечно же, разбираются, и текстилья. В общем-то, весь набор, который вам необходим в архивизе, вы получаете. И опять же, вы не просто получаете базовые настройки каждого материала, вы получаете понимание того, как устроена система создания материалов, и, пользуясь этой базой, по сути, вы можете сделать потом уже любой материал. То есть, вы не просто набор инструкций получаете, как устроено дерево, а вы получаете алгоритм, и вы понимаете, как работает сама структура и логика построения шейдера. И после этого, соответственно, у вас есть возможность развиваться и дальше самостоятельно уже. Опять же, показываю некоторые работы студентов, в которых шейдеринг был проведен на 100% самостоятельно. Мы очень хотим и очень стараемся сделать так, чтобы студенты максимально проработали сами свою сцену без использования библиотек. Библиотеками вы всегда успеете напользоваться. Но если мы учимся, то мы стараемся делать это по-честному, делать все собственноручно. Вот такие вот результатики по шейдерингу получаются. У нас как бы все очень и очень дотошно и скрупулезно прорабатывается на шейдерах. Порядка трех, а может быть даже четырех встреч мы работаем с шейдерами. Тема, она самая объемная. Тут включается как бы сразу два компонента, два полушария работают и техническая. Вы запоминаете и усваиваете новую информацию. Также художественная включается, потому что нужно колористику соблюдать и так далее. В общем, там тема объемная, поэтому больше всего занятий, больше всего консультаций на нее. И каждую консультацию, то есть я провожу, и я каждый раз консультирую студента и даю ему четкое понимание, что нужно улучшить в данной работе. Он улучшает, приходит на следующую консультацию. Мы опять же делаем аналитику средств по результату. Опять же критика работы идет. И опять улучшение. И так в несколько итераций, пока мы не дадем до желаемого результата. Разговоров у нас много, консультаций много, критики много. Но вся она добрая. То есть мы как друзья, по сути, ваши выступаем, они как такие строгие преподаватели. И мы рекомендуем, рекомендуем, улучшаем, улучшаем, дотачиваем, долизываем все это. Но по сути, так же, как я и работаю с нашими художниками в студии Omega Render. То есть мы тоже постоянно, у нас-то не профессионалы, мы не так много консультируем их. Но все равно мы постоянно работу доводим, доводим, доводим. И с вами тоже самое, только в значительно больших объемах это происходит. Следующий шаг, когда у нас все настроено, идет процесс отчета. Считаем мы все это на движке Corona Render. Я думаю, что данная система не нуждается уже в представлении. Опять же, было намного сложнее, там, 3 года назад, или даже уже, наверное, 3,5, когда мы только начинали на этой системе работать. Мы были первой школой, кстати, в Рунете, которая, и даже не только в Рунете, в СНГ, которая вела курсы на Corona. И тогда мы, конечно, побаивались, но я чувствовал, что этот пакет, он станет лидирующим. И, в общем-то, мы не прогадались. Сейчас Corona является пакетом для визуализации архитектуры номер один, представление не нуждается, соответственно, все вы ее знаете, наверняка любите. Кто не знает, точно полюбите. Считаю идеально красиво. Достаточно уже все смирились с тем, что и быстро, да, ну, не колоссально быстро, наверное, в плохом качестве можно быстрее посчитать. Но все поняли, за что мы платим этим временем просчета, вот, платим мы, соответственно, за качество работы, за ее, ну, смотрибельность, то есть фотореализм очень высокий у Corona, и Corona крайне логична и понятна, и проста в настройке, и проста в работе, и очень приятно. Поэтому, ну, поставить рендер, например, там на ночь, сейчас ни для кого уже не проблема, и это уже, как бы, само собой разумеющееся. Закончен просчет, мы переходим к постпродакции. Постпродакшн – это доведение изображения. Тут показан, например, очень прям такой, ну, радикального посткорректа. Слева картинка до посткорректа, сильного, да, посткорректа, справа после посткоррекции. Картинка доводится по контрасту, по цветам, по цветам. Детализация усиливается, шарпы, ну, и прочие такие вот мелочи, которые добавляют и сока, живость и фотореализм. По посткорректу идет сейчас такой тренд, что посткора все меньше и меньше становится в изображениях, то есть рендер-пакеты, они улучшаются, и выходное изображение после рендера, оно уже очень хорошее. То есть там идет вот такая больше художественная какая-то коррекция, и она не самая значительная, потому что материал очень убедительный получается уже после рендера. Закончили посткоррект, наша картинка закончена, вот. И, по сути, это и есть наш процесс. Сейчас я покажу вам работы наших выпускников. Это результаты последней группы, как я сказал, 27 человек, и еще раз, чтобы не соврать, 65 работ, то есть почти три работы на человека у нас получается, такая продуктивность. Вот наши работы, это референс, это рендер по центру, справа посткоррекция, то есть видите, идет подгонка цветов под референс, и вот он и результат. Вот тоже шикарная, великолепная работа от Алексея, очень круто сделанный экстерьер, ну, прям как фотография, как по мне. Вторая работа, которая уже спонтанна, многие вторые, третьи работы рождаются спонтанно, уже практически без моего участия. Если, например, первую работу, там, первую, вторую мы со студентами ведем и прорабатываем не очень скрупулезно, там, шаг за шагом я все это контролирую, то вторая работа уже ввиду полученного навыка, она делается уже без меня, как правило. Я даже не знаю, что работа начинается, меня студент уже просто постфактум ставит в известность, говорит, я сделал еще одну работу, вот, посмотри, что получилось. Я говорю, круто, молодец. Вот работа вторая, например, уже, ну, без моего участия была сделана, она абсолютно правильная, абсолютно чистая и честная. Так, вот результат, вот результаты. Работой этой группы очень доволен, группа была интересная, начинали практически с полного нуля, многие, больше половины, вот, и я понимал, что нужно будет провести большую работу с этой группой, ну, группа такая не самая сильная изначально попалась. Вот, может, кто-то есть из этой группы интересно? Хотя вряд ли, конечно, потому что тема такая специфическая, вряд ли будут слушать презентацию курса выпускники, но, тем не менее, иногда попадается. Вот, и мне было интересно, что получится с этой группой сделать, сделаем ли мы результат с этой группой, тот, который мы делаем обычно, да, группа была статистически слабее предыдущих потоков. И вы знаете, у нас получился идеальный, крутой результат, великолепное качество и количество. То есть, это еще раз подтвердило то, что система, которая дается нами здесь, она работает идеально, вне зависимости от того, с каким изначальным результатом вы пришли. Вот, она откатана, и, в общем-то, вот он результат. Тут, конечно же, и сам процесс обучения очень важен, да, то есть, построение лекций, их логика построения. Очень важна поддержка, которую мы оказываем на форумах. Идет очень много обсуждений, очень много консультаций. Сейчас форум открою, покажу вам. А также очень важен тот момент, что мы со студентами все их работы обсуждаем. То есть, каждая работа, она критикуется непосредственно мной постоянно в ходе всего обучения. Ну, от того и результат. Некоторые интересуются, да, как сильно результат отличается от прохождения автокурса. Очень сильно отличается, скажу я вам, как по времени получения результата. Ну, вот шикарный экстерьер, по сути, это фотография. Так и по результату очень сильно отличается по качеству автокурс или самостоятельное обучение от работы в группе. Работа в группе – это просто, ну, это ракета, которая поднимает вас и за полтора месяца дает вам вот такой вот результат. Ну, вот, в Full 3D, пожалуйста, получайте. Вот тоже очень художественно. Эти работы вы видели в серых материалах, да, то есть, вот показывал рендеры на этапе освещения еще. Я пролистаю все. Вот тоже очень художественно. Слева фотография, справа рендер. Вы можете видеть, что мало чем они отличаются. Где-то даже рендер сочнее получился, здесь больше контраста. Она такая более эмоциональная вышла. Опять же, фото-рендер. Тут практически никаких отличий нет. Это тоже визуализация. Опять же, здесь я показываю работы без какого-либо фильтра, то есть, вы сейчас видите абсолютно все работы, группы. Я не выбирал лучше, худшее. Хотя можно было бы там сделать градацию, разделить. Но вот он и результат наш. Вот так у нас получается это с группой. Организовать, да, и получить такой результат. Вот. И покажу завершающие слайды, по сути, этой встречи. Это такие вот ключевые точки, на которые мы давили, когда этот курс создавался. Вот. И первой точкой была как раз-таки эффективность данного курса. Я думаю, что здесь я долго рассказывать об этом не буду. Эффективность вы увидели только что сами, да, вот на результате студентов. Месяц и одна неделя получается. И у вас есть этот результат. Дальше, конечно же, вам нужно развиваться самостоятельно. Это бесспорно. Стать крутым специалистом за один месяц невозможно ни в какой сфере деятельности, особенно в художественной. Но получить отличную базу, ну, идеальную, я бы даже сказал, которая выстраивает, набивает вам руку и делает вам систему в голове, вот, это многого стоит за месяц. Почему? Потому что, опять же, как я говорил, люди, занимающиеся индивидуальным обучением, приходят ко мне там через два-три года самостоятельного обучения и говорят, блин, я 50% того, что я делал, я делал просто неправильно или неэффективно, а то и больше. И тут за полтора просто месяца человек получает результат, который он не получил там за три года самостоятельного обучения. Вот вам и эффективность. Индивидуальный подход, опять же, это то, о чем я говорил, это то, что красной нитью, по сути, идет сквозь все мои повествования. Он есть и это основной, один из основных этапов, точнее, один из основных моментов, который делает наш курс нашим курсом. Да, это CJ-инкубатор. Здесь индивидуальный подход, а не просто машинная работа с группой через лекции, которые там записаны, они просто отдаются и все, и вас никто не контролирует. Нет, у нас такая секта, семья, называйте как хотите. Быстро, там же, где эффективно, скорость важна. Вот единственное, хочу сказать, что, опять же, многие задают вопросы, сколько времени нужно тратить на обучение, ну, хотя бы два часа каждый день, хотя бы два часа, не меньше. Если получается больше, то отлично, это будет здорово. Доступность, доступность, удобство. Я, наверное, опять же, возьму одной графой. У нас курс удаленный, это онлайн-обучение через систему вебинаров, через форумы, через такое общение. То есть вам не нужно никуда ехать, вам не нужно искать себе жилье в другой стране или в другом городе для того, чтобы курс пройти. Вы пройдете его со своего рабочего места, комфортного, привычного, со своей страны или со своего города. Там же, кстати, если говорить про доступность, там же можно и про цену проговорить, да, момент, дорого это или дешево. На самом деле курс очень дешевый, если сравнить эти сцены, например, с ценами в обучении, там, в школах, например, таких как СУА, либо я вот буквально месяц назад приехал из Чехии, где учился, ну, непосредственно в Корона Академии, вот, там просто в Корона Академии материал отдается, ну, раза в 4 меньше, там, мы изучали исключительно процесс работы с Короной, не только в 3ds Max, а просто Короной. Вот, два дня, за два дня, там, мы заплатили, как за два наших курса, за два дня обучения. Тут вы месяц учитесь по такой цене, вы сейчас цену можете видеть, перейдя по ссылочке. Поэтому это очень дешево, это очень доступно, как я считаю, за такой багаж знаний, это совсем небольшие деньги. И коммерческий потенциал здесь, безусловно, присутствует, потому что вы понимаете, что архитектурная визуализация это не только хобби и увлечение, хотя это так для многих, многие получают удовольствие просто от процесса рисования, ну, в том числе и я. Но еще это и профессия, это настоящая, это полноценная профессия, которой вы можете заниматься всю оставшуюся вашу жизнь, более чем это реально, и вам не нужно учиться шесть лет в институте, вам можно пройти курс, выучиться, получить базу за полтора месяца, а еще три-четыре месяца потратить на того, чтобы доточить себя, довести себя как специалиста до хорошего уровня, на автоматизм поставить все полученные знания и процессы, прокачать художественную часть и уйти, работать визуализатором, неважно, да, то есть можно уйти в любую фирму в вашем городе, устроиться визуализатором, в архитектурную, к примеру. Можно работать на себя, а можно уехать, как некоторые делают в Австралию, в Германию и в другие страны нашей планеты. Вот это, эти ситуации с нашими студентами случаются сплошь и рядом. Я очень часто получаю много фидбэков, как бы, ну, студенты просто делятся информацией, там, я уехал, меня пригласили в Австралию, там, кто-то в Германии начал практику свою, кто-то еще где-то в Израиле. У нас группы такие интернациональные. В общем, движение происходит очень-очень интересно. Так, ну, и по стадийности тоже, даже не по стадийности, а по процессу пару слов, хотя о процессе мы подробно говорим на нашем нулевом занятии, но тоже расскажу. То есть курс построен следующим образом. У нас проходят встречи, они проходят три раза в неделю, я об этом чуть подробнее скажу чуть позже. Вот. Перед каждой встречей вы получаете обучающий материал, видео-лекцию, которая рассказывается пошагово, что вы должны сделать на эту встречу. У каждого есть задание, есть четкое понимание, что на эту встречу должно быть принесено. Вот вы обычно просматриваете обучающий материал, начинаете делать результат, у вас возникают вопросы, эти вопросы вы задаете на форуме нашим саппортом, они вам отвечают, в итоге вы получаете результат, приходим на консультацию, результат мы обсуждаем, корректируем. Дальше двигаемся по процессу, либо корректируем результат, либо же получаем новую видео-лекцию обучающего курса, да, и так далее, так далее, так далее, так далее. Выходим в итоге на результат. По графику, график у нас простой, в понедельник, среда, пятница, в 20.00 по Москве мы встречаемся для того, чтобы обсудить ваши наработки. А работают с вами, по сути, не круглосуточно, а целый рабочий день, да, то есть вы, если имеете какие-то вопросы, да, по курсу, по конкретной тематике, вот, эти вопросы вы задаете саппортом, которые на форуме тут же практически в течение 10-15 минут вам отвечают. Поэтому школа работает постоянно, вы постоянно находитесь в информационном поле, саппорты работают с вами, они вам помогают, также мы всегда организуем для наших студентов онлайн-группу ВКонтакте, вот, где вы в такой терке находитесь и сами с собой, друг с другом тоже коммуницируете, много информации там еще передается, то есть вы попадаете в такой, вы знаете, в информационное поле, в движение очень активное, таких же людей, как и вы, единомышленников, которые все идут к одному результату и друг друга подталкивают к этому результату. Вот в итоге получается такой вот полтора месяца, ну, месяц и одна неделька такого марафона, по сути, мы бежим, помогая друг другу, дотягивая друг друга, вот, поощряя друг друга, стимулируя, и, ну, это действительно большая такая, большое движение, большой объем информации, и это энергетически очень, ну, прокачанная тема получается, то есть она заряжает вас на деятельность, это совсем другой процесс, нежели процесс самостоятельного обучения, поверьте, это очень сильно отличается. Так, и что у нас? По-моему, на этом все, это финальный слайд. Сейчас я перехожу к чату и начинаю читать ваши вопросы. Как раз 40 минут получилось, идеально. Итак, вы можете сейчас начинать их писать. Итак, Павел, я на архитектора учусь, там без архикада никак, архикад пробовал, результат для виза не очень. Ну, конечно, вот, архикад это построение, и то я вам скажу, что в Европе уже архикада нету, там все перешли на BIM проектирование, это Revit, это первый продукт для проектирования. Так, я вообще не учился в универе, зачем учиться, если интернет, в принципе, тоже один из подходов. Если есть интернет, есть курсы, есть у кого спросить, есть комьюнити всевозможные, где можно получить информацию. Так, а нам преподавали наш Агробин, понятно, конечно, классная штука, стена, штука, кирпич, спецификация, все такое. Это был для вас вопрос немножечко не по теме. Курс супер, всем советую. Это Женя Дорошкевич. Женя, привет, это студент нашего последнего потока. Покажу, кстати, сейчас работы Жени. Жень, я вот не помню, ты с нуля или не с нуля начинал. Скажи, пожалуйста, работы Жени. Одни из моих любимых, кстати, классные очень штуки получились. Женя, спасибо, что здесь, не ожидал. Так, вот работа Евгения была. И экстерьер тоже у него был очень, кстати, да, вот один интерьер, вот второй интерьер был у Жени. И экстерьерчик, сейчас день-ночь где-то затерялся. А, вот он, вот такой вот экстерьер. И был еще дневной, дневная версия этого экстерьера была. Вот, ну вот, не с нуля, но со слабеньким уровнем был. Так, сколько стоит курс? Переходите по ссылке, которую вам Мишин Александр бросает. Вот, там сразу же и цена, и кнопка оплатить, в общем, все в одном. Если вопросы остаются, пишите в Skype Shows 3Z, это Мишин Александр. Он вам поможет, поможет и даст консультацию еще дополнительную. Или если вы там боитесь провести оплату, то он поможет вам оплату провести. Так, вы можете показать моделирование персонажей в 3D. Нет, мы персонажами не занимаемся, это отдельная совершенно тема. У нас именно архитектура. Так, вы не планируете перевести курс для пары бюджетных мест победителям? Сейчас отвечу. Так, сейчас на эту тему пообщаемся чуть попозже, чуть подробнее. Так, на бесплатных уроках можно найти библиотеки или вы даете их только на платных? На платных мы даем доступ к большим библиотекам, на бесплатных нет. Так, что дальше? Где искать фотореференс, тоже мы говорим. Ну, это Dizin, это Red, это Blue House, вот, и прочее. Так, скажите, есть варианты работать не только дизайнером после обучения ваших курсов? Ну, смотрите, вы как минимум визуализатором будете, если вы захотите работать дизайнером, вы сможете дизайнером работать, получив дополнительные знания. Спектр, он достаточно широк в применении данных знаний. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как происходит сам процесс индивидуальной консультации, вопрос-ответ по чату. Нет, не по чату. Я, вы выкладываете работы ваши на форум, вот, начинается консультация. Я открываю работу каждого студента, смотрю на нее, и вот так же голосом, с демонстрацией этой работы на дисплее, начинаю эту работу обсуждать, то есть я начинаю на ней черкать, рисовать что-то, говорить, что лучше, что поменять. Вот таким вот образом происходит консультация по каждой работе, каждую встречу. Доступ к библиотекам, это ссылка для неограничного скачивания, или просто даете, откуда можно себе все скачать. Это, ну, мы проплачиваем определенный аккаунт на определенных ресурсах, дабы вы имели возможность оттуда в безлимитном режиме в течение года брать огромное количество библиотек и других полезных, очень крутых штук. Что вы подразумеваете под доступ? Переходите на курс, узнаете. Еще вопросы? Ну, скажу так, что наши студенты получают доступ к абсолютно всем имеющимся на текущий момент библиотекам, которые нужны вам для архитектурной визуализации. Больше базы вы не найдете. Вот зеленого Екатерина, студентка-выпускница данного курса, спрашивает, можно ли пройти курс повторно. Еще хочется. Хотя, кстати, Катя сделала классный результат. Катя сделала, как минимум, один интерьер это был. Я помню, экстерьер. Вот, по-моему, две картинки у тебя получились, правильно я запомнил? Интерьер там был простенький, у него классика кухни, экстерьер был реально посложнее. Вот, мы даем возможность пройти курс повторно, если у вас какие-то проблемы были при прохождении первого раза курса. У тебя таких проблем не было, но если хочешь, можешь посещать, можешь слушать. Вот, вот так вот. Так, также, ну, напиши нам, в общем-то, пообщаемся. Мы даем возможность повторного прохождения, если там сгорел компьютер, там сломался интернет, что случается иногда у людей, у кого-то там на неделю выходит из строя, или еще что-то в таком духе. Вот. Ахам, люблю красоту и красивые вещи, да, мне стоит свой проект создать перед ремонтом. Пожалуйста, можешь сделать. Олег, скажите, если у меня не получилось пройти курс 9 июня, когда планируется повторный набор? У нас есть какая-то графика, какое-то расписание. Опять же, напишите Мишину Александру, оно, это расписание плюс-минус плавает от группы-группы. Вот он вам даст ориентировку на последующие наборы. Здравствуйте, Артем, реально ли пройти на курсах, перейти на курсах результатов, когда твой уровень, даже не знаю, что нажимать. Да, с нуля, то есть, имеется в виду. Да, у нас есть студенты, которые занимаются с нуля. У нас курс построен так, что можно вот прям с абсолютного нуля прийти. У нас нет филиалов в Казахстане, зачем? У нас онлайн обучение. То есть, ты можешь с Казахстана учиться у нас, не выезжая с Казахстана. Это онлайн. Скажите, Артем, это правда, что нельзя создавать 3D-модель на сайте с 3D-ддд? В студенческой версии 3D-факции. Как они смогут это определить? Я такого не слышал. Если интересует не только визуал, но и дизайн, где можно ему обучиться. Ну, дизайн – штука специфическая. Это институт, как правило. Есть такие самородки, самоучки, которые сами доходили к пониманию дизайна интерьера, но это не так часто случается. Наверняка есть какие-то курсы по дизайну. Я, честно говоря, не знаю, потому что я заканчивал архитектурный институт. У нас это было вшито просто у нас с первого курса. Так, вот Алексей пишет, что нельзя, оказывается. Я так понимаю, что идет ответ на вопрос о студенческой версии 3D-смакса. Так, Олег, для 3D-ддд это правда? Так. Ну, у вас обсуждение 3D-ддд. Какие еще вопросы? Так, есть ли какие-то фишки при работе с множественными источниками света? Множественными, ну ладно. При использовании корона нет никаких фишек. Стоимость только подключился. Денис, вот сразу же переходи по ссылочке. Жаль, что только-только подключился, потому что мы только что очень подробно проговорили, как курс построен и почему мы получаем эти результаты. Ну ладно, посмотри уже в записи. Запись мы будем рассылать. Так, серая модель. Там определенный цвет серы используется или это чисто белая модель? Средний серый мы используем. 150 примерно значение по RGB. Какую литературу посоветуешь? На какую тему? Так, где посмотреть примеры работы и на кого равняться? Заходите на ronanbeckerman.com, например, на Evermotion, на 3DD. Смотрите Аварды, лучшие работы и на них равняйтесь. Также можете изучить Behance, можете зайти ко мне на Behance, на страницу или Behance. Все по-разному говорят. Посмотреть тех художников, которых я поломлю. В общем, сеть вам в помощь. Там все. Литературу по дизайну я не буду рекомендовать, потому что я весь багаж знаний по дизайну я получал из института. Мы с преподавателями очень много работали. А они читали огромное количество литературы на разные темы. Там действительно очень сильная была школа у нас архитектурная в Харькове, как ни странно, но тем не менее. Я был в питерских институтах, читал лекции. Не получается создать такое движение. У нас получалось. И я просто помню эти многотомные издания и вообще в принципе библиотеки и полки наших преподавателей. Там просто нереальное количество инфы было впитано ими и передано нам. Поэтому сказать, что прочитайте эту книгу и эту книгу, и вы станете дизайнером, я не могу. Просто потому что, во-первых, я не знаю, а во-вторых, это немножко не та профессия. Да, V-Ray это прошлый век, отходит. Сейчас прогрессивные по стрейс-рендеры заняли полностью рынок. Корона, Октаны, Шторм. Вот, V-Ray, до свидания. В чем разница вечерняя от света и утреннего? Чем делается разница? Очень интересно пробовать оба варианта. Характер рисунка немножко другой. Колористика другая в этом освещении. Артем, при бетч-рендере у меня почему-то иногда не сохраняются свои первого рендера. Как это можно исправить? Технический вопрос сейчас не отвечу. Так, задал вам глупый вопрос. Олег Дроздов пишет. Как вы думаете, я не знаю, просто у нас есть очень известный архитектор СНГ-шный, Олег Дроздов. Вы ли это? Как вы думаете, если начинать с полного дня, сколько времени у меня войдет на выработку навыков для того, чтобы работать самостоятельно, учиться, учитывая, что могу тратить по 4-5 часов в сутки на обучение? Два-три месяца, я думаю, вот это нормальный срок, после которого ты можешь сказать, я делаю хороший результат. Вопрос очень даже хороший, нисколечки не глупый. Во время настройки света, вот картинка, где нет фона за окном, чем там освещение? Солнцем? Нет. Если нет фона за окном, то есть если нет окон, я так понимаю, то это искусственное освещение, источники света в интерьере. Так, промножественные источники света, то есть фишек нет, просто создаешь, кроме Light, нет проблем с шумами, при задании. Да, проблема с 250 источниками света ушла, ее нет, она не актуальна. Поясните, пожалуйста, конкретные преимущества короны перед виреем. Поясняю. Во-первых, это фотореализм, который достигается с минимальными настройками самого пакета. Второе, это логичность работы этого пакета. Постановка света и настройка материала шейдера значительно проще, логичнее, удобнее и приятнее, чем виреи. И этот пакет, он стал распространенным, все, на нем все сейчас практически, ну, процентов 80-90. Это тренд, и так как профессия, она как бы, ну, подразумевает определенные смежные действия иногда с другими художниками, то лучше оставаться в тренде и пользоваться теми софтами, которые пользуются все, ну, дабы не попасть в неловкую ситуацию, когда вам пришлют сцену, она будет в короне, а вы до сих пор на виреи. Ну, например, берем студентов, но не так часто. У нас сейчас студия закомплектована, нас 15 человек, мы довольно крупные по меркам архитектурной визуализации, да, по студиям. Ну, это большая студия. Самая большая это BrickFusual, 40 человек, вот, у нас 15, мы чуть меньше половины BrickFusual. Так, еще вопрос по обучению. Насколько удобно совмещать обучение у вас и работу? Занят по дней в неделю. Некоторые делают это. То есть, ну, приходится, конечно, работать много, сверх нормы, вот, но если есть возможность взять отпуск, например, это будет идеально. Если нет, то многие совмещают. Ну, нужно приготовиться к тому, что придется поработать много. Так, то есть, а храм опять же, то есть, опять же, для ванных и туалетов, то есть, для закрытых пространств достаточно получается внутренних источников света или надо все равно подсвечивать скрытыми источниками? Нет, ни в коем случае, не фейкуйте, используйте те источники, которые будут в реальной жизни стоять. Сколько человек и студентов работает в Омеге? Точно не скажу, но порядка четырех или пяти. Какая-то такая цифра. Пробовали ли вы делать анимацию в короне и можно ли увидеть пример? Конечно, пробовали, пример увидеть нельзя, пробовали неоднократно. И специфика данной профессии заключается в том, что очень много работы под NDI. Вот, и у нас есть одна очень крутая анимация, двухминутная, которую мы делали для одного очень крупного объекта в Европе, в Швейцарии. Вот, но я думаю, что еще годик или может быть даже два эта работа будет под NDI, то есть под соглашением на неразглашение, и показать мы ее не сможем. Но анимация в короне не проблема. Это быстрее получается и менее проблематично, нежели в Vray. Да, конечно, я использую последнюю версию короны. Оплата частями в каких-то случаях возможна. Опять же, общайтесь с Мишином Александром. Вот с Екатериной еще один отзыв дает. Кстати, удивлен, что вы пришли. Бывшие студенты у вас тут несколько, двое человек оказалось. Может, больше, я не знаю. Но пока что двое появились. Спасибо. Мы обычно не приглашаем наших студентов на такие мероприятия, потому что смысла нет, мы уже проучились. Но, тем не менее, мы скучаем. В ВИПе можно спросить, что угодно. И про анимацию, и вообще, в принципе, любые темы поднять. ВИП, это фри-курс такой. Там есть определенные ВИП-материалы, но также студенты там обычно сами задают тему, темы, которые им интересны, мы их разбираем. Друзья, ну что, у нас 57 минут, 3 минутки, и заканчиваем. Ровно час получился идеально. Я успел рассказать, что хотел, успел с вами пообщаться. Это очень хорошо. С конкурсом, что будет на следующем потоке. И еще вопросик. Давайте последний. Юлия Ивановна, спасибо за внимание. Как поучаствовать в конкурсе, расскажем попозже. Не на этом вебинаре, сейчас мы не проводим этот конкурс. Как настроение? Настроение хорошее, деятельное, доброе, летнее, творческое. Наверное, на этом закончим. Это был отличный вопрос в конце. Что ж, друзья, спасибо, что были сегодня здесь. Кто хочет проучаствовать, просто кто хочет пройти наш курс. Поставьте плюсики, или смайлики, или восклицательные знаки. Группа набирается, ждем вас. Спасибо за внимание. И на этом все. На этом пока, до скорых встреч. Следите за рассылкой. И в рассылке мы будем презентовать другие вебинары, и старты курсов. В общем, вся информация там. Все, всем спасибо, друзья. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok